Так, мы продолжаем, мы сводим с вами, комментировать. О, Никита решил попробовать сам конь в 3 пойти. Я, кстати, да, я, кстати, когда... Ой, вот это что это за новенькое? А, не туда прыгнул. Не знаю, может быть, почему я не туда прыгнул. Конь в 2? А, это просто дал переходить что-ли уже? Да, да, да. А, ну, может быть, соскочила мышка, правда. Я просто хотел сказать, что я с Никитой, когда последнюю партию у него выиграл, я как раз тоже первым ходом пошел конь в 3 белыми против него. То есть решил попробовать его же оружием, и получилось не так плохо. Так, ну это у нас получилась вообще сцелянка какая-то, типа Найдерфа. Да, даже не типа, а Найдерфа получился. Ну, значит, сейчас на доске будет полный хаос. Если это вариант Найдерфа, то он... Ну, я в последнее время не играю эту позицию, но раньше очень часто играл за белых, поэтому примерно представляю, что тут нужно делать. Ну, вот сейчас обычно хочется в конь-д5 пойти, но, видимо, здесь где-то можно съесть, и нужно уже там МЦ2 может в каких-то вариантах зависать, когда конь-д5. Ну, пока вроде не грозило, да. На самом деле здесь всем все понятно, что и сделать. Нужно накатить пешке, дать мат. Очень простой вариант. Стратегия здесь, да, не такая сложная, как обычно. Ну, вообще, черные, мне кажется, очень удачно сделали все, потому что пешки заблокированы. Ну, вот. Хотя слон-д5 тоже ход идейный. Не знаю, может, конь-д6 пойти как-нибудь. На С4 туда. Я бы слон-два пошел, потерял бы этот темп. Ну, конь-д4. Нет, сейчас же ход черных. А, да, да. Ну, вот на месте... А, на А5, что ли, жалко, да? Ну, я не знаю. Может быть, на А5 могут съесть. Владимир, у нас уже готово давать мат. Вот мешает один парень на... Конь-д5. Надо считать, кстати, конь-д6. Может, Никита или уже посчитал, или считает. Вариант конь-д6, конь-а5, конь-д5 и так далее. Ну, я понимаю, что эта партия носит уже скорее дружеский характер, чем с какого-то характера, какого-то результата. Потому что, собственно, матч уже с игром 2,5-0,5. И даже если Никита побеждает, Романовский, то, собственно, никакого. Ну, все равно приятнее проиграть с 2,5-1,5, чем хоть одну партию выиграть. Тем более, все-таки, Никита Петров фаворит вообще всего нокаута. Поэтому сыграть с ним, проиграть ему с минимальным счетом, может, в дальнейшем даже никому и не удастся. Поэтому все равно это будет немножко приятно. Ну, с другой стороны, он при этом сейчас более расслаблен. Он уже понял, что матч проиграл, и он играет так достаточно спокойно. Вот, Владислав, совсем недавно, наверное, ой-ой-ой, было зевнуто пешка. Пешка не так жалко. В течение буквально, может быть, одного месяца мы с одним молодым человеком спорили на такую интересную тему. Кстати, молодой человек тоже стоит в Фениксе. И мы поспорили. Вот, как ты считаешь, что же лучше? Срубить Магнусу Карлсону флаг в безнадежной позиции? Ну, что предпочтительнее? Срубить Магнусу флаг в безнадежной позиции? Или, например, выиграть в потрясающей комбинации у того же, скажем, Никиты Петрова? В громкой битве, которая заканчивается в великолепной комбинации? Нет, ну это, видимо, уже зависит от конкретного человека. Конкретно мне, чтобы было бы приятнее? Ну, мне бы, конечно, было приятнее не столько выиграть у более именитого соперника, сколько выиграть более красиво, эффектно, можно как угодно сказать. Я бы, например, выбрал потрясающую партию. Ну, конечно. А что мне этот результат, даже выиграть у сильного шахматиста, ну, даже, может быть, не обязательно там по флагу, а просто как-то на зевке или на чем-то. Что это дает? Просто немножко счетславия свое, да, как-то или что? Ну, как-то да. Ну, вот представляешь, что идешь ты на улицу, там, заговорил с кем-нибудь о шахматах, о шахматах, и говоришь, а я вот Магнуса Карлсона выиграл чемпиона мира. Все равно же это приятно. Ну, не знаю. Я скорее похоронник того, что я играю в шахматы, в первую очередь, для себя, а не для кого-то других, чтобы потом им рассказывать, какой я молодец. Мне главное самому удовольствие получать. Ну, тут, кстати, партия пока уже заканчивается, пока мы это... Даже черные перехватили инициативу, сейчас ладья в Ольге. Хочется спертый мат дать, очень хочется. Ну, там А3 еще где-то грозит, вообще безнадежная уже позиция. Не знаю, может, А3 сейчас даже? Нет, А3 сейчас это красиво слишком. Хотя я бы... Афея. Ну, так тоже неплохо, да. Красоту сыграл Никита. Кстати, мне кажется, А3 сильнее было, но ладно. Пожиртал Ферзя и посмотрим, чем заканчивается. И что-то как-то он не знает, что делать, мне кажется. Ну да, а мне... Конь Б3 реальная угроза, между прочим. Конь Б3 1-0. Нет, конь Б3 нереальная угроза, потому что там слон А4 будет. После АБ и... А, да-да-да, все понял. Ну так, конь... А, конь Д3 тоже не работает. И что же делать-то? Б3, видимо, сейчас будет ходить, да. А3? А3, ну, видимо, как-то Ладья Д8, как-то что-то там... А, да, на 3-связка. Ладья А8. А нет, конь девается. Нет, Ладья Д8, и потом можно Ладья Д8, когда Ферзь не будет нападать на коня. С другой стороны, сейчас что, белый поставит на Ц6 своего? Кого? Слона. Нет, сейчас просто Ладья А8. А, Ладья... Нет, попил просто пешку. А, ну, он Ладья Д1 увидел идею. Хорошо, а что выбрал, с кем ты обсуждал это? Я имею в виду... Мы не пришли к никакому мнению, просто так обсудили и сделали такой вывод, что... Наверное, было бы нечестно по отношению к Никите выбрать победу над Магнусом, и нечестно по отношению к Магнусу. А почему обязательно должны быть Никитой и Магнусом? Ну, вот мы вот это обсуждали, мы же члены Феникса, и вот обсуждали именно вот таких лучших матистов. Так, на Б2 все-таки в пункт... По-моему, уже не держи. Да, добрались черные до пункта Б2, да, и можно сдаваться. Ну, может быть, Ферзя... А, там мат, да. Печально. Но все равно красивая партия. Новый Ферз, да, и мат. Да, ребята, всем спасибо за внимание. С вами был Владислав Чижиков и Кирилл Широков, и это была одна четвертая нашего наканта. Да, всем пока.